Земельные войны в Черкасской области, участники АТО, получили положенные им по закону на дело только на бумаге. Оказалось, их участками пользуется местное агропредприятие и отдавать землю без боя не намерено. Причем среди пострадавших не только ветераны в запутанной истории разбирался Станислав Кухарчук. Это видео сняли еще в конце сентября. Охрана агропредприятия силой выгоняет хозяев земли с поля. Все происходит на глазах полицейских, но те пытаются этого не замечать. Тут злополучный вечер. Антонина Чегрин вспоминает с ужасом. Еще в марте ее сын, участник АТО, официально получил свободный земельный надел на этом поле. Но оказалось, эту землю уже давно прибрала к рукам местная агрофирма. Суд забрали у сына эту земельную делянку под приводом того, что ДГКДС Черкасской области помилково выделил эту землю. Предприятие Агроко появилось в Савковке в 2010 году. Тогда без согласования с пайщиками оно стало правоприемником коллективного сельхозпредприятия. В пользование компании оказались 11 тысяч гектаров паевой земли. Вместе со строениями, техникой и даже скотом. Три участка, которые семья Киян сдавала в аренду. Тоже попали в этот список. В декабре 2015 срок договора истек и преодолевать его люди не захотели. Спустя два года почти 9 гектаров компания продолжает обрабатывать, несмотря на протесты владельцев. Нас не допускают. Взагалі до цієї земельной делянки. Ну, на данный час межові знаки знищені. В минулому року вони були выставлення, 100 року знищили ці межи. Таких пайщиків в Савковке і Чернобаї немало. Многі молчат, але нікторі об'єдінились в ініціативну групу, щоб через суд вернути свою землю. Люди говорят, не раз пытались по-мірному розстатися з предприятием. Ви сказали нам, ви все равно землю не отримаєте. Якщо ви даже судами доб'єтеся через 5 років, то ми все равно рішення суду виконувати не будемо. Фактически, собственник Ігорь Потапенко – російський бізнесмен. Один із подозреваемых в деле охищення 20 мільярдів рублей в РФ. Сейчас он за границей, а вот директор компании по телефону выслушал наши вопросы. Хотілося б почути позицію 100 в агроку, наскільки я розумію, там суды якісь ідуть. Давайте трошки пізніше я зараз уточню свого юриста, я вам все скажу. Десять людей, почекайте 15, а я наберу. Но так і не перезвонив. В Чернобаевській райадміністрації о конфлікті знають, но нічого зробити не можуть. Нет полномочий. Люди відстоюють дійсно своє законне право на приватну власність. Але це повинен встановити, ну, так, закони виписані, що суд повинен вказати. Уже більше років люди безрезультатно оббивають пороги судов. Подобні дела можуть розсматриваться годами. І поки не вонесено судебне решення, компанія продолжає бесплатно пользоваться чужой землєю. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробності – телеканал «Интер». Черкасська область.